доброе утро друзья ну что сегодня у нас пока дождя нет но вот так вот пасмурно вот такое небо все затянуто не могу сидеть я на месте огород скопала теперь хочу избавиться вот от этого калачика я не знаю как правильно называется эта трава но вот она вот такая там вот уже начала вырывать это вот как раз то место где мы планируем сделать зону отдыха плиточка уложить вот может быть вот здесь поставить мангал или какую-то печку из кирпича сложить ну типа мангала что-то сделать такую красивую с крышей вот и вот это вот все здесь заросло этим калачиком здесь не только калачик это калачик конечно калачик этот рвется намного проще чем чистотел смотри-ка те как я здесь вот вычистила под под деревьями все же было в чистотеле все вообще сплошняком вот здесь порядок нужно навести да везде порядок нужно не навести ну хотя бы хочу пособирать все в одно место вот эти вот вот это дерево повырывать этот калачик вчера я затащила землю в сарай и как раз пригодились эти теплое старое одеяло которое там валялись вот укрыла эту землю до весны чтобы весной потом взять и посадить какую-то рассаду вот что сегодня еще хочу в этом ролике снять показать вам свои находки из старого сарая из старого чулана вы уже видели видеошот или короткое видео которое я загрузила я нашла еще одну лампу aladdin а вот посмотрите предыдущие видео коротенькая там на несколько секунд или минута чем-то или две с чем-то вот вчера я покрасила эту лампу но честно говоря пожалела еще боя каких находках небольших я вам сегодня расскажу сейчас вот порву вот эту траву покажу результат от проделанной работе а потом пойдем в дом и я вам там покажу кое-какие находки из старого сарая так что не отключайтесь лампа это не одна единственная находка думаю что будет интересно что друзья отсчета проделанной работе чуть-чуть не доделала я до конца то что планировала пошел дождь да и честно говоря устала посмотрите сколько травы вырвано вот она эта маленькая кучка сейчас я ее обойду со всех сторон вот так вот сейчас это выглядит вот там немножко за домом не дорвала я вот эту травку но это может быть вот дождик перестанет может быть сегодня или завтра ее порву сразу вырисовываются очертания все так подчеркивается вот это убогость старая там если вы помните возле двери уже рос такой приличный клинок его пришлось не выкопать еле выкопала ну и вот так вот без травы конечно здесь все будет по другому но хочу сказать зону отдыха мы выбрали правильно вот там у меня импровизированная скамеечка этом по минутке отдыхала и вы знаете такой затишек вообще просто класс в общем здесь будет уютно то есть получается вот та северная сторона ее закрывает дом от ветра от всего а вот сюда получается вот здесь как раз будет плиточкой зону барбекю вот там юго-запад получается вот там запад вот это юго-запад то есть здесь будет солнышко здесь будет хорошо конечно сделаем тенек чтобы не было жарко но вы посмотрите на эту гору травы вот эти маленькие кучки сейчас я дособираю но что хочу сказать вот этот металл я положила не случайно специально не убирала здесь роз сплошником одуванчик вот посмотрите какие корни я по вытаскивала просто сплошной одуванчик может быть я где-то что-то не дотащила и земли в общем укрыла и весной пусть полежит чтобы там все окончательно стрела и ну как бы избавиться от него теперь хочу вам показать что чистотел настолько рассеялся по участку что вы представляете он даже здесь это вот зона дома уже там палисадник за забором и посмотрите что творится посмотрите что здесь творится вот это вот все чистотел хорошо что я начала здесь убирать траву я что-то думала за этим калачиком но я калачиком называют травку в детстве мы эти бубочки как мы их называли семена кушали вот поэтому я помню эту траву как калачик не про эту траву это чистотел так вот я думала что здесь его нет посмотрите что творится и вот всему виной вот это вот я так понимаю мама которая рассеяла весь этот чистотел вот сейчас вы видите желтые листья здесь скорее был цвет цветонос из которого семена образовались и вот она все выстрелила и разлетелось что хочу сказать меня просто удивил один комментарий одна женщина написала ой а что вы так боитесь чистотела я любуюсь его кружевными листьями и крапиву я тоже люблю вы знаете я думала сначала что это ну как бы шутка потом поняла что нет это не шутка действительно человек так настолько любит растение что даже чистотел он любит кружевные листья я вами восхищаюсь если честно я на такое не способна у меня уже честно задолбал он везде он даже вот там представляете вот я не знаю как туда долезть это конечно все вот это разбирать посмотрите он даже там рассеялся вот обалдеть просто обалдеть я не знаю как это как можно любить чистотел может быть когда они в таких количествах но он же раз сеивается сам все так поняла семена стреляют на неимоверное расстояние рассаживается это растение двудольная по моему я в интернете читала и избавиться от нее его очень-очень сложно я не знаю придется может быть мне бить какую-то химию но наверное здесь очень сильно он рассеялся на участке земля как пух но вот эта гадость это это просто жесть теперь хочу вам показать как здесь по умному сделан вывод видите воды на зиму то есть там в районе туалета открывается и закрывается на зиму здесь пускается на зиму сейчас я открою пойдет водичка представляете открыл руки можно помыть галоши можно помыть здесь вот чтобы не тащить грязь в дом да еще я нашла еще один клад каждый день у меня одни клады я нашла здесь шланг конечно будем покупать новый но возможно он мне пригодится вот здесь вот за шиповником я думаю что это шиповник лежит вот несколько метров шланг для полива и чистотел как вот я туда залезать буду не знаю ну как вот это все разбирать надо пилить и потом туда залезать что у нас еще в планах купить пилу скорее всего аккумуляторную если есть у вас какие-то предложения по фирме по трудоспособности может быть кто-то уже набил шишки подскажите какую пилу купить я правда не знаю зачем мне это пилить все у нас газ но выбрасывать вот как-то не знаю рука не поднимается как-то не хочется все это дело выбрасывать скорее всего вот этот сарай мы разберем а здесь сделаем не вот тот сарай тот оставим точно вот этот маленький и сделаем здесь дровяник но более такой культурный чтобы туда сложить дрова просто на вес спасибо вам за подсказку по поводу вот тех корзин вот те старые корзины вы мне очень хорошую подсказочку сделали конечно же это можно декорировать клумбы то есть насыпать туда земли и посадить цветочки будет по моему очень красиво особенно такие цветочки которые ну вьются да будут обвивать эти корзины вниз расти вот как-то так я это вижу ну вот друзья видите погода даже дают мне управиться немножко и возле дома конечно это не так важно как то что я сделала в огороде вскопала избавилась от травы вот эту траву я даже не знаю выносить меня или нет уже сил просто никаких нет скорее всего оставлю пусть она немножко обмякнет земля осыпется но как-то меньше ее станет а может быть укрою ее чем-нибудь и пусть она ну как перегнивает весной посмотрим что будет может быть весной вытащу короче вот такие у меня планы друзья наконец-то я добралась до дома я имею ввиду в его внутреннюю часть и показываю вам что у меня получилось как я покрасила две лампы но думаю что я буду вот эту лампу летучая мышь еще переделывать послушав почитав ваши комментарии по поводу вот этой лампы желаний она на самом деле лампа желаний которую я вчера нашла вы видите что я ее изменила то есть вчера я покрасила ее полностью сейчас покажу баллончик с краской надо его взять а сегодня то есть вот эту часть я не красила вообще вот эту латунную часть я заклеивала тоже не красила а вот это все красила но покрасила тоже поняла что немножко сглупила в общем вот в таком виде она смотрится гораздо лучше и придя и вот сейчас огорода я взяла металлическую щетку сейчас я вам ее покажу вот она и просто вот так вот можно сказать содрала вот эту краску с баллончик а вот этой верхней части снизу я не буду ничего вытирать удалять мне кажется вот сейчас она ну просто красавица но посмотрите но очень хорошо вот так вот смотрится то есть нижняя часть вот такая золотая ручка золотая тоже не буду удалять здесь вот как бы немножечко оставила вот этого золота ну ну прям раритет получился суперский вот осталось заказать стекло в эту лампу да и вот в летучую мышь я вам там говорила что в общем она дала трещину она вернее это стекло но слава богу есть места где даже сейчас можно купить эти стекла на лампы закажу в москве по моему лёшек пойдет получит и привезет мне в следующий приезд итак показываю я вам краску вот читайте розовое золото это вот как раз вот этой краской я красила вот эту лампу у меня еще есть один вид краски покупала я на вайл борис это не реклама очень хорошо что в теплогине несколько пунктов выдачи волдырь из я часто им пользуюсь и вот такое вот золото тоже куда-нибудь пойдет мне эта краска там у меня еще есть белая хочу еще заказать черную для чего черную хочу вот эту летучую мышь вот эти ее крылья покрасить все-таки в черный цвет и сверху вот эту что не знаю красиво это будет или некрасиво ну вот почему-то мне так видится я посмотрела как хорошо смотрится это лампа когда она в нескольких цветах но прям заиграла хочу вам просто показать что хоть она и была вся ржавая посмотрите как хорошо здесь все сохранилось то есть вот откручивается и здесь даже был фитиль причем фитиль ну я не знаю может быть пару раз он вот видите пару раз может быть он зажигался да кстати кто знает посоветуйте чем можно заменить керосин для вот этой лампы я читала что white spirit можно заменить это вот можно сказать растворитель потом есть средства для розжига ну вот для шашлыков но она дорогое читала что есть еще церковное масло но она горит тускло то есть не очень хорошо подходит видите как хорошо закручивается в общем я вся в раздумьях оказывается сюда даже необычный керосин надо водки керосин именно для керосиновых ламп он отличается там как-то даже есть маркировка его в общем я вся в раздумьях если вы пользовались этой керосиновой лампой вот так скажем в наше время не не тогда когда это было 50 лет назад напишите чем вы заменили керосин дочь еще вот мне от папы привезла целый рулон вот такого фитиля так что я не думаю что мы будем зажигать эти лампы в доме сделаю полочку кстати когда будет кухня готова я сделаю полочку и на нее буду ставить такие раритеты а вдруг еще что то есть в этом старом чулане ну вот напишите мне согласитесь вот такая интерпретация с покраской части только лампы ну намного мне кажется лучше видите я вытерла можно еще нулевочкой пройтись и будет вообще замечательно так что же еще я вчера нашла в сарае сейчас я вам покажу я нашла целый мешок вот таких вот семян капуста пекинская кто-нибудь сажал в наших широтах это вообще стоит сажать вот вопрос авторские сорта или и гибриды не знаю тоже какая-то капуста так здесь что это сельдерей может быть даже завтра пойду его посею наверное успеем салат азарт авторские сорта так она это то 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 же самое ух ты какая так это цветная капуста я думала это какой-то вставляете капуста кальраби первый раз такое вижу вот три пакетика теперь кабачок белоплодный ой как насажу да как все вырастет цукини представляете какой клад я откопала симметра укроп а это укроп укроп завтра наверно пойду посею если дождя не будет у нас задождило вот хорошо что я успела покопать опять капуста пекинская напишите мне насчет вот этой капусты укроп так что это такое укроп гренадер какой-то другой укроп опять салат а это что такое интересное морковка ух ты что есть тут вот эту я так поняла ленту раскатываешь в землю моничка пришел к нам моня только не прыгай на стол и все и там уже семена разложены то есть чтобы не вырывать но это я так понимаю там не знаю может быть я ошибаюсь так салат нежный у это моня вот моня вот обязательно тебе сюда надо давай я тебя посажу туда на подоконник иди баклажаны черномор кто-нибудь пользовался такими семенами друзья жду ваши комментарии так ну и опять капуста вот целый клад я считаю что это клад это урожай 2022 это я опять нашла вчера в сарае ну а теперь покажу чем я занимаюсь сейчас это полуфабрикат этой коробке 300 лет в обед покупала в икее почему-то в общем порвалось дно но я восстановила картоном там картон это шпажки покупала тоже вайперис и здесь буду делать переплетение из шута скорее всего может быть из веревки не знаю что получится нашла эту идею естественно на ю тубе сначала приклеила вот эти шпажки то есть у меня пошло на каждую сторону ну то есть вот налила клей положила что-то тяжелое вот так вот на папа эту коробку и ждала сутки и так каждую сторону вот такие коробки у меня есть и большие и маленькие на вайлберис я заказала кружева скажите да связала бы нет друзья сейчас вязать некогда красоту хочется сделать ну и потом надо понимать что дороже время или деньги 250 рублей там 197 10 метров этого кружева я думаю что это недорого хочу сделать красивые коробки вот посмотрите то о чем я говорю вот они эти коробки и в спальне еще вообще такая громадная коробка можно даже но я не знаю под одежду ее использовать в общем я это решила немножечко украсить их кружевом теперь по поводу вот этой кружки из дерева которая не горит я уже не помню название танечка шикуля мне написала вот да действительно это сувенир из дерева которое не горит мы привозили из таиланда а вы мне там писали лена выброси выброси это к несчастью там то есть он друзья но вот кто во что верит я не собираюсь пить из этой кружки у меня сейчас вот там кстати лежат пуговицы от дивана теперь хочу вас поблагодарить за ваши комментарии вот моника пришел по поводу иглы вы там не советовали но некоторые советы не ну как сказать нужно острая игла а вот игла для выворачивания конечно нам нужно пуговица выворачивания вот игрушек не подходит там не такое основание но и она там защелка такая мне нужно острая но вы все равно дали мне направление мысли и я заказала набор игру для фриволите опять же в этом интернет-магазине в адрес и вот жду этот заказ 354 рубля по моему стоит этот набор ну вот придет кружево сегодня сейчас мы санечкой пойдем в магазин у нас все по заканчивалось и зайдем в пункт выдачи заказов и я получу еще аромамасла для вот этого ингалятора он же этот увлажнитель воздуха он же светильник в общем не выключается у нас уже третий день я очень довольна этой этим приобретением new chic так вот здесь вот я планирую видите я джу там это все ну то есть ручка приклеилась как вы видите все хорошо маня ты нам это ты нам свет давай иди солнышко иди не мешайся дай нам свет вот артист еще один там он еще одна артистка пришла это вот пуся так на чем не остановилась в общем здесь еще сделаю кружевом здесь вот приклею кружева и получится очень хороший вазон для сухоцветов для каких-то вот мелочей типа пуговиц выбрасывать я это не буду нет друзья я на это не смогу я выбросить эту крошку так но вроде то все рассказал все вам показала очень довольна вот этой реставрации этих ламп мы выключаем свет я сейчас не знаю получится или нет на улице хоть и пасмурно но не темно и я сажусь на диван и когда на улице темно стоит вот там этот значит лампа светильник ингалятор увлажнитель и на этом фоне я ставлю вот эти две лампы друзья такое впечатление что но это какая-то сказка правда я несколько минут сижу и релаксирую глядя вот на эту красоту даже можно не зажигать эти лампы просто красота красивая ну и на этой ноте я буду заканчивать сегодняшний ролик я очень рада что вы были со мной что вы ждете мои ролики это еще больше приятно бальзамы душе я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч елена